ребят всем привет и сегодня будем тестировать и смотреть подробно на windows clean робот от компании alphavise это квадратный робот окномойка сказать полотер сразу у нас комплект идет одна запасная насадка он нас квадратный но отличается от предыдущих роботов чем сейчас покажу далее инструкция у нас на английском языке называется этот робот vs ws 960 инструкция на английском языке с картинками но я вам постараюсь показать все и так принципе тут единственное описание проблем которые могут возникнуть но надеюсь что ничего не возникнет вот так выглядит сам упаковочка начнем мелких деталюшек пульт управления ребят в принципе стандартной и к кнопочки для того чтобы подозвать робот либо же отправить его вместо куда он будет мыть и старт пауза кнопка n это у нас он будет ехать допустим сверху вниз потом чуть-чуть сместиться сверху вниз то есть по такой вот траектор и как буковка n английская и z соответственно как буква z самого верха поднимется и потом у так и пойдет я предпочитаю больше вот этот вариант вот эта кнопочка калибровки у нас а вот эта смена языка то есть он нас еще может разговаривать на разных языках разговаривает робот пылесос у нас в окном мой либо на китайском либо на английском и вот эта вот кнопка старт пауза запускает автоматический режим работы в котором он едет сначала по n траектории а потом по z то есть двойная уборка происходит и соответственно два раза чище питается пульт у нас от двух батареек они уже здесь шли в комплекте это 3а мини пальчиковые мизинчиковый как хотите называть и в отдельной коробке у нас находился блок питания кабель для подключения и соответственно длиннючий кабель для подключения робота пылесоса кабель этот нужен я уже говорил и повторяю говорить что батарея здесь которая установлена она ее хватает только для того чтобы робот не свалился если вдруг у вас пропадет электричество то есть работает он только от блока питания от сети 220 вольт и вот питание за такую взял в руки меньше вещи скрыть 24 вольта 375 ампера то есть достаточно мощный блок питания вилочка у нас европейская и так не вижу да вижу все присутствует защита от раскрытия то есть как бы правильно сказать вот в общем мы берем этот переходник кабель переходник или раз провернули все теперь он уже никаким образом этот разъем не разъединиться и то же самое касается на пылесосе на окном у и вставляем этот наш кабель переходник то есть удлинитель и проворачиваем по часовой стрелке все закрыли теперь у нас по сути это единое целое и где-то даже смена зацепим ногой то скорее мы порвем кабель или вытащим его из розетки чем мы случайно разъединим этот разъем и и не увидим не заметим этого и на этого кабеля четыре с половиной метра и он вообще у нас здесь достаточно качественный 80 по градусов цельсия 300 вольт 18 а виджи и то есть кабель действительно даже подходит для передачи 220 нам надо передать всего лишь 24 вольта нам помню ну и плюс еще вот здесь метр этого кабель очка и соответственно пять с половиной метров робот может отъезжать и случае если не хватит еще вот есть метра полтора на метров на 6 6 с половиной от розетки точно можете рассчитывать если все что больше используйте удлинитель но вот соответственно лучше положитель на подоконник это место чтобы он за роботом не телепался штекер европейский поэтому что-нибудь выдумывать и колхозе не придется ни с какими переходниками это тоже плюс но в любом случае я всегда настоятельно рекомендую использовать вот этот вот трос нейлоновый шнур с карабином который идет в комплекте и всегда пристегивать пылесос даже не смотря на то что вы дома не так высоко ему хватит упасть в принципе из двухметровой высоты что где-то расколоться а не дай бог если вы живете на высоком этаже и он упадет вниз ну это будет возможно не только печально но и фатально немножко не знаю насколько продумано или нет в принципе он не за меня никогда не не падали может если у вас падали напишите в комментариях у меня не падали ни разу ни один из пылесосов окномоев но трос решили прикрепить к вот этому вот нашему кабелю я рекомендую все таки если уже на то пошло то все таки как минимум не вот сюда вот поднять эту резиновую штуку чтобы у вас кабель случае чего где-то там не лопнул не оторвался хотя он достаточно как я и говорил прочный мощный ну не пожалели денег могу сказать так на кабель это вот точно скажи и здесь он вот такие вот хитро мудрым узлом узлом вот так вот запутывается все вот рекомендую вот так вот сделать максимально ближе было и цеплять все таки робот полет окна мой пылесос давайте вот так называть он у нас квадратный присутствует ручка для того что помогли легко и вот снять отцепить и легко его прицепить питается он от 24 вольтового блока питания мощность его 75 ватт здесь у нас расположен динамик соответственно три кнопки вот индикатора error слабая батарея и нормальная зарядка ой нормальная работа кнопка включения кнопка выключения прорезинена то есть даже мокрым пальцем ничего не сделать и кнопка начала и остановки то есть в принципе не знаю зачем они нужны если у у нас присутствует пульт управления мощность всасывания так сказать разряжение которое создается между моторчиком и стеклом 2800 фаскаль и встроенная батарея аккумуляторная позволит провисеть ему но не более получаса потом просто банально отвалится еще раз повторю что он у нас питается от сети 220 вольт встроенная батарея нужна только для поддержания его в случае отключения электроэнергии верхней и нижней части и по бокам присутствует у нас датчики которые позволяют роботу понимать что он подъехал краю окна клац нажались ага это нижняя часть это верхняя часть это вообще торец у нас это вот здесь срабатывает кнопочка микрик и поэтому робот понимает где рама четко может подъезжать к углам и вымывать их кроме этого производитель продумал еще один момент чтобы робот пылесос он все-таки большой но чтоб он не падал с каких-то поверхностей особенность зеркал да где нет бортиков вот здесь вот это уже инновация это впервые я вы вижу и поэтому мне это понравилось здесь вот сенсор который отвечает за то что он подъехал к углу и поэтому не даст вам двигаться роботу дальше он от едет точно также во всех четырех углах то есть они должны быть прижаты тогда робот у нас будет работать они выступают у нас над поверхностью и поэтому если робот подъедет где-то зеркалу где не будет бордюрчиком сенсор у него от отожмется и соответственно подаст информацию роботу о том что он уже на крылью кроме этого еще одно важное замечание я тоже впервые вижу вот такие вот силиконовые проставочки чтобы у нас мусор грязь не попадал внутрь турбинки это все останется у нас на вот этой вот поверхности чистящая поверхность у нас представляет собой квадрат мягкий и она у нас крепится на таких вот не знаю липучках можно их так называть здесь она более усилена то есть и в этой части в этой а по бокам так как он в основном у нас у него рабочая поверхность вот это либо вот это то она больше больше резиновые шасси гусеницы как хотите их называйте они позволяют перемещаться роботу по наклонной поверхности кроме этого у нас еще присутствует датчик ну который показывает присти вообще пристегнули мы его к окну или не пристегнули он приходит он полностью сейчас разрядился я поставлю его на зарядку перед этим скажу его размера 25 с половиной соответственно квадратный ну хотя до 25 с половиной и максимальная высота вот даже до ручки где-то в районе восьми сантиметров ребят не больше если взять общую толщину то четыре с половиной сантиметра ну я беру всегда за основу вот эту ручку так он сразу у нас начинает на английском все тише будь начинает на китайском что-то болтать мы можем переключить его на русский оставлю его немножко для подзарядки встроенного ли те ионного аккумулятора чтобы он у нас подзарядился и потом уже запущу его в работу и покажу вам соответственно соответственно же протестируем знаете честно очень тяжело оторвать его даже с помощью этой ручки которая вертикально вот так становится мне требуется достаточно неплохое усилие чтоб его оторвать соответственно так как он будет очень неплохо прилегать он должен очень хорошо вычищать всю поверхность от грязи как и многие девайс ребят стараюсь разбирать но все дальше что-то пошло не так выкрутил я уже все 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 винтики и откровенно не знали на защелках он боюсь еще банально сломать вот эти вот части потому что не могу понять как они крепятся ничего не разъединяется снялась только вот эта вот площадка и снялись вот эти вот две площадки со скребками соответственно их можно будет случае необходимости или там какой-то трещины поломки в случае чего можно будет заменить в целом можно вообще вот так вот снять резину вот эту силиконовую штуку и тоже ее при необходимости заменить если такая появится все больше разобрать к сожалению не могу но банально вам скажу так здесь один мотор у нас отвечает за улитку за вентилятор который создает раздвижение и один мотор за это колесо один за это с редуктором и соответственно где-то здесь еще находится литий-ионный элемент 18650 который отвечает за то чтобы у нас когда не будет напряжения в сети он у нас не упал все это стандартная схема для всех этих ну и соответственно я хотел посмотреть на вот эти датчики но чувствую что это просто датчики как контакты то есть как и в принципе вот эти даже вот эти вот больше похоже на почувствую на кнопочки такие вот небольшие на эти черные кнопки очень похожи как по звуку на их сработку то вот эти банально похожи на концевички такие вот на размыкание подпружиненное цепляем наш пылесос и видите окошечко достаточно узкое поэтому здесь будет оптимальная программа N то есть подняться наверх и спуститься вниз сейчас он определит размеры окна то есть верхнюю и нижнюю границу и начнет работать банально просто из-за того что он здесь не развернется не хватит ему ширины он пытается развернуться но не хватает поэтому если окошко узкое благодаря все таки вот вот это вот M да мы можем его именно отправить по одной траектории потому что если я сейчас нажму просто автоматическая уборка то к сожалению он выдаст ошибку только потому что не хватит ему возможности развернуться принцип вот такой то есть немножко отъезжает дальше вы кстати посмотрите видео в котором я уже более подробно сделаю обзор всех его моющих функций так сказать то есть попробуем большую стену плитки попробуем зеркало попробуем окна сравним время и сравним траектории в автоматическом режиме когда он делает едет сначала вверх-вниз потом влево-вправо и стоит ли ее вообще запускать в таком плане то есть вот принцип работы у этого робота окна моя полотера вот такой в принципе пока мне нравится действительно наличием вот этих вот датчиков посмотрим как он справится еще с зеркалом упадет не упадет видите сейчас он пытается развернуться и все сейчас выдаст ошибку но в целом стекло он это протер как ни крути все вот уже ошибка почему-то он не запищал обычно пищи но он уже полностью сделал четыре или там три раза ну по сути стекло прочищено протерто ну конечно как я говорил если вы хотите полностью вообще идеального то тут наверное только робот окномой с круглыми поэтому он больше предназначен конечно для больших поверхных окон но и с маленькими как видите вот тоже справляется ставим что в доме пропало электричество включаем питание переход пылесос перешел в режим ожидания то есть он будет так висеть полчаса очень громко что-то ругается и пищит о том вам что произошла ошибка чтобы вы среагировали и подключили ему питание подаем питание все он говорит I'm ready то есть на английском языке можно переключить китайский и английский в целом пока могу точно рекомендовать этот пылик достаточно интересная технология с распознаванием препятствий это как минимум второе действительно достаточно мощно и классно прилипает но давайте протестируем его и тогда уже сделаем выводы так что вы не забывайте про подписку на канал чтобы действительно посмотреть тест то есть достоин ли он вообще внимания так в принципе внешний вид распаковка мне понравилась комплектация тоже управление тоже нормальное пульт есть ручка прикольная 1 2 потому что оторвать его действительно сложновато чтобы вы понимали особенно если вы будете находиться с той стороны окна вернее его надо будет на улицу присыпать что ручка здесь как нельзя актуальна ну и пока пока смотрите вторую часть я не знаю вот вот это в это это вот это Субтитры подогнал «Симон»